С какими настроениями в этот раз приехал в сборную? Как всегда, замечательное настроение, хорошая атмосфера в команде. Готовимся к очередному матчу. Вы можете забрать кугу, как оцените такого соперника? Да, сегодня была первая теория, и еще есть четыре дня. Туринский штаб все расскажет, разложит по полочкам. Какой вы формируете? Сборная России. Хорошая физическая оптима. Какое-то уже общение с Виталий Тальчим. Как там было? Кто будет играть с Кубой? Как будет дележка такого времени? Не знаю. Ближе к игре, я думаю, будет понимание. Вы чувствуете, что вам просил вам стать первым номером в сборной? На сегодняшний день меня вызвали в сборную, и поэтому, если я здесь, то я должен быть готов к тому, чтобы играть, выходить на поле, а как будет, скажет тренерский штаб. Ну, если вы можете для себя выделить топ-3 вратарей России сейчас, на данный момент. Не в зависимости, вызваны ли они в сборной, не вызваны. Просто ваше мнение. Не имеет смысла, потому что, наверное, самая серьезная конкуренция в лиге – это вратарская. Просто в каждой команде есть по два, а то и по три очень сильных вратаря, поэтому очень много сильных вратарей. Как сильно вам помогает Маринация Гильермия? Очень опытный вратарь, легенда локомотива. После вашего перехода в локомотив, как часто, может быть, с ним общаетесь, консультируетесь? Может, про сборную что-то подсказывало? Он также играл здесь. Да, мы с Гильермия в хороших отношениях. Тем более Гилью я знал еще с того периода, когда я был первый раз в локомотиве. Прошло уже восемь лет, и Гильер очень многое подсказывает. Мы с ним общаемся и на футбольные, и не на футбольные темы. Очень хороший климат в команде. Мы видели, что Валерий Григорьевич часто останавливал во время двусторонки начало атаки. Просил повторить. Расскажите, не раскрывая каких-то внутренних секретов, в чем причина? Это переход из обороны в атаку. Почему постоянно были остановки и просил повторить, повторить, повторить? Ну, это обычное тренировочное занятие. То есть, есть моменты теоретические. Во время игры в футбол останавливаемся. Главный тренер подсказывает, как правильно выходить из обороны. В принципе, я думаю, вы это видели. Ни для кого не секрет. Все понимают, в какого футбола играет сборная России. Ли один из игроков сборной Кубы сказал, что самое опасное у России – это Головина Миранчук. Какой Миранчук, он, правда, не уточнил. Вот по-вратарски вам тоже эти два игрока самые опасные или еще кого-то назовет? Ну, наверное, для вратаря можно выделить любого атакующего футболиста сборной России, кто играет в атаке. Естественно, Миранчук, Головин и еще группа футболистов очень серьезного уровня. Впервые сейчас пересеклись в сборной с Артуром Нигматульным. Как с ним проходит общение? Там тоже есть по тренировкам. Ну, настолько получается, мы третий день работаем замечательно, познакомились, хорошая атмосфера в нашей вратарской бригаде. Я так думаю, что Локомотива – самая сильная вратарская линия в РПЛ. Потому что и Худяков провел уже достаточно матчей в РПЛ для своего возраста, и Гильерми – вратарь с огромным опытом, ты – вратарь сборной. У вас самая сильная, самая большая ли конкуренция, самая ли сильная вратарская линия в лиге у вас? Естественно, конкуренция, да, у нас серьезная в нашей команде. А что касается самой сильной бригады, ну, наверное, как я уже сказал, сейчас во всех командах, наверное, есть два, а то и три вратаря очень сильные, поэтому нет смысла выделять какую-то отдельную бригаду вратарей. На какого вратаря ты равнялся в детстве? То есть, то, как можно сказать, примером, кумиром, если так можно сказать? Пусть будет Вандерсар. Наверное, первым в голову приходит. – Пытаешься какие-то фишки из его игры перенять, если между вами что-то общее, может быть? – Да нет, не пытаюсь, нет смысла, в одном смысле на кого-то равняться, нужно гнуть свою линию, стараться играть в свой футбол. – Ну, что ты поспорил за звание лучшего вратаря-пенальтиста в мире? – Ну, нет, ничего, такие вещи говорить, типа, уже говорил, просто, если есть там какая-то удачная серия, то просто бьют много пенальти и иногда везет. – Ну, конечно, нельзя только на везение это списывать, потому что бьют много всем, а так как вы давно нас так много не отбивали. – Да, наверное, просто меня больше всех били, поэтому такое ощущение складывается у вас.